ПЕСНЯ 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 Ну, что я вам скажу, дорогие мои. Учить детей всегда было трудно. А сейчас, как вы сами знаете, совсем невозможно. Мне вас очень-очень жаль. Как видите, я уже плачу. Не видим, Надежда Александровна. Нет, Рябинин, я рыдаю. Кстати, практика у вас не первая. Так что особенно трусить нечего. Это я специально для Вали Кулешовой говорю. А то у нее от обыкновенного урока в местной школе глубокий обморок случился. Правда, на этот раз вам предстоит проверка посерьезнее. Практика продолжительная. И не под крышком института, а за много километров от него. И мне очень любопытно. Дорогие мои, как вы будете сеять разумное, доброе, вечное. Особенно Юра Рябинин. Разумное и вечное не про меня, Надежда Александровна. Я типичный предметник. Буду сеять закон Бойли Мариотта и правила Буравчика. Ладно, сеете. Спасибо. Позвольте. А почему здесь, как ни в чем не бывало, сидит Лена Яковлевна? Я ведь, кажется, ясно сказала, что Юра Рябинин и Лена в одной группе не поедут. Ну почему, Надежда Александровна? Я не ханжа. И у нас не институт благородных девиц. Но создавать идеальные условия для преждевременных браков в наши задачи не входит. Надежда Александровна, помните, когда мы только поступали в институт, вы всех спрашивали, почему он хочет стать учителем? А, помню. Все врали без зазрения совести. А я? А ты сказала, что ты с первого класса школы мечтала ставить отметки, и это был единственный ответ, похожий на правду. Теперь я ненавижу их ставить. Ну тогда я вам сказала правду. Поверьте мне и на этот раз. Я совсем не собираюсь выходить замуж за Юру Рябинина. Он мне не нравится. Допустим. Но в группу же назначена естественница. Ты будешь у нее хлеб отбивать. Надежда Александровна, а можно мне не ехать сейчас? Это в чем? Да я, знаете ли, я замуж выхожу на днях. Субтитры создавал DimaTorzok А ты говорил, что не собираешься за меня замуж. А я действительно не собираюсь. Почему? Мне кажется, что в себе нет самого главного, что я ценю в человеке. Пусть весь вагон сидит в одном купе и радуется собственной судьбе. Оно совсем не тесное. Оно совсем не тесное. Купе четырехместное Мы это испытали на себе. Не те студенты, которые аудитории нет, Кто кидают сто лет А те, которые прыгают в скорые Привет, привет, привет! О! Под ступ колес гитарный перезвон Как много дум всегда наводит он От них у нас бессонница И к нам с гитарой ломится Соседний пробудившийся вагон Не те студенты, которые аудитории нет, Кто кидают сто лет А те, которые прыгают в скорые Привет! О! Пусть весь вагон сидит в одном купе И радуется собственной судьбе А Оно совсем не тесное Купе четырехместное Мы это испытали на себе КОНЕЦ КОНЕЦ В каждом городе свои черемушки, новые микрорайоны. Интересно, как тут с пищеблоками? Сейчас что-нибудь найдем. Девчонки, не пропустите кафе! До смерти есть хочется! А вон, смотри. Пойдем? Пожалуйста, не стесняйтесь! Ну что, зайдем? Зайдем? То есть? Здесь можно поесть. Ты что, испугался? Я не за себя. У меня все-таки был разряд под дзюдо. Юр, давай договоримся. Ты за меня никогда не бойся. Ну смотри. 100 грамм яйца. А рельсы-то как водятся, у горизонта сходятся. А где мои вещества? Гражданин, сядь за стол. Свинюшник тут развили, понимаешь? Нальются до краев. В дом, небось, жена, дети. Две кружечки. Подожди. Килечку только сейчас из банки вынула. Килечку, пожалуй, мы не будем. А вот если можно... Не беспокойтесь, я их сама кипяточком. Спасибо. Пожалуйста. ПОЛИТЕВАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Один? Один. Значит, все по-прежнему. Нет-нет, у нас в институте много ребят, честное слово. Просто так получилось. Физик, я просмотрела документацию. Университет не прошли по конкурсу. В Бавнуске полтора чкань добрал. Понятно. Ну, дорогие мои, все равно мы очень рады. И хоть учить детей всегда было трудно, а теперь, как вы сами понимаете, что? Совсем невозможно. Правильно. Я ведь тоже училась у Надежды Александровны. Ну, думаю, родственники приехали. Я здесь заведую учебной частью. Зовут меня Галина Петровна. А вот Наталья Ивановна, преподавательница физики, заведует частью воспитательной. При таком порядке воспитание как бы отдельный предмет. Вот я не знаю, как у вас в институте, у нас даже такой анекдот ходит. Вы, может, слыхали, когда одного школьника улечили во лжи? Вы слыхали, да? А он в оправдании сказал, мы в четвертом классе только мужество и доброту проходим. А честность в пятом классе проходить будем. Главное, чтобы жило с нам дружно. Ну, теперь прошу познакомиться друг с другом. Смелее, смелее. Да у вас просто Кембридж. Литература. История. Что вы так волнуетесь? У нас не страшно. Я знаю. Ну, только я ничего не могу с собой поделать. Тогда нужно менять профессию. Как вы уже знаете, физик. Очень приятно. Не попали в университет? Химии не приятно. Я с кем. Биология. Вы? Вот, никогда бы не подумала. А где же мой друг география? Я тоже преподаю биологию. Значит, мы с вами коллеги. А сегодня я покажу вам ваше владение. Кабинет биологии. Музей. Моя гордость. Нравится? Очень. Здравствуйте. Садитесь. С сегодняшнего дня биологию у вас будет вести Елена Федоровна. Елена Федоровна. Ой, а вы что, от нас уходите? Не беспокойся, Вика, никуда я от вас не денусь. Елена Федоровна практикантка. И будет вашим классным руководителем. Это как опыт. Временно. Теперь я представлю вам класс. Очень хороший класс. Я не боюсь испортить его похвалой. Вот на передней парте. Две отличницы. Милочка Хадзицкая. Умница, общественница. Это несмотря на то, что здоровье слабенькое. И дом у нее. И все благополучно. Вика Сергеева, волевая натура. Ну, Коля Пантрягин, Гриша Сидоров, Клава Горелова. Все это наша славная когорта. Они не подведут. Почему не на своем месте? А на последних партах, как водится, Камчатка. И возглавляет ее Митя Красиков. В недалеком прошлом такие же ученики нашей школы. Спотыкайло, Харитонов, Погореловской дорожку в ПТУ проложили. Вот и Покрасикову давно ПТУ плачет. Но не буду вас больше задерживать, Глена Федоровна. Приступайте к занятию. И вею древними поверьями Ее упругие шелка И шляпа с травмными перьями И в кольцах узкая рука И странной близостью закованной Смотрю за темную вуаль И вижу берег очарованный И очарованную даль Глухие тайны мне поручены Ничье-то солнце вручено И все души мои излучены Пронзила терпкое вино И вычисления, координаты тела Понятно. Я не слишком тороплюсь. Понятно. Следовательно, приходим к выводу. Или, если ускорение противоположно Совершенно верно Значит, Вера у нас будет переводчицей Ты, Сережа Куницын, так и будешь Куницыным А Павлик Королев Турист из Англии Мистер Смит Мистеру Смиту очень понравился наш город И особенно набережная Скажите мистеру Смиту, что я завтра лечу в Глазгоп И надеюсь, что этот порталый город Мне так же понравится О, спасибо Спасибо Пожалуйста Леный Шплин Серега, не волнуйся Он обещал, что встретит тебя в аэропорту Можно вопрос? Пожалуйста Валентина Ивановна, а даты вы тоже так же, как и все будете спрашивать? Конечно Ну, какая же история без них? Ты свою жизнь как помнишь? С датами? Ну, в каком году ты родился, помнишь? Помню А в каком году в школу пошел? Конечно Так, конечно, все со мной было А история со всем человечеством Тоже достойна запоминания Да нет, я почему спросил Вот вы в свою бумажку нет-нет да заглянете А нам-то небось не позволите Если мне будет написано то, что в моей, то позволю Возьми Ну, бери, бери И можешь прочесть это всему классу Я разрешаю Ну, читай, читай Валя, не волнуйся, никто тебя здесь не укусит Это кто вам написал? Да я сама себе написала, чтобы не бояться во время урока А вы что, тоже волнуетесь? Еще как Ну, почему? Мы действительно не кусаемся А ты в этом абсолютно уверен? С молодежью нам кажется повезло А он вообще мать-то в кузнице А он вообще мать-то в кузнице А он вот здесь не то, что ты Ты замолчи ты! Он вообще не говорил ее в кузнице Напрасно, ребята, вы набросились на Митю Красикова Я на него не обиделась Вероятно, он прав, действительно Я в своей жизни повидала не слишком много Но от своих слов я не отказываюсь Митя может мне задать любой вопрос И я на него отвечу прямо и откровенно А не буду юлить как уж на сковородке Ты, кажется, так выразился Хорошо, я задам Скажите, чем человек отличается от животного? Только насчет того, что труд создал человека Нам уже объясняли, повторять не стоит Ведь муравьи тоже трудятся А пчелы? Ты что говорить, вы сами знаете Небось, проходили Проходили Человек трудится сознательно, а у животных одни рефлексы Как ты этого не понимаешь? А что значит сознательно? Вот именно Мне кажется, что у самого Красикова есть ответ на этот вопрос Правда, Митя? Есть По-моему, между человеком и животным Никакой особенной разницы не существует А его сэвен Мерс? Волновались Я не заметила Ой, какая прелесть Откуда она у вас? С Лондон? Я была там со студенческой делегацией Счастливицей Видели Пикадилли Тауэр Биг Бэнд Наталья Ивановна Надо вести себя так, Елена Федоровна Меня в порядке Чтобы никакие Красиковы просто не имели возможности задавать подобные вопросы Прошу Вы меня поняли? Понимаю Дай им волю, они вас завтра Такое спросят, что сам Дарвин растерялся Я вас не обидела? Нет, нет, что вы Только у меня к вам просьба Не приходите на следующий урок Почему? Ну, когда вы в классе, я себя чувствую не совсем свободно Понятно Но ведь все равно я буду знать обо всем У моих ребят нет от меня никаких секретов Ну, тогда есть еще одна причина Какая же? Мне самой иногда в голову приходят такие вопросы, от которых сам Дарвин мог порастеряться Чего вы ко мне привязались? Хочу побывать у тебя дома Зачем? Интересно Я вас не пущу Пустишь Запру дверь перед самым носом А я позвоню и ты откроешь Не открою Откроешь Галина Петровна сказала, что у тебя очень хорошие и папа и мама А в школу они ни разу не являлись Им некогда Ну, вот я и хочу на них посмотреть Мне б тоже хотелось Только никак не удается Класс Ты всем на свете недоволен Класс 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 Это не может быть Класс Я почувствую Класс 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 Я в магазин иду. О, мне тоже надо. Может, сюда зайдем? Если хочешь. Ладно, вон гастроном на той стороне. Да не туда смотрите. Молодой человек, вы забыли сдачу. Спасибо. Я сюда потом зайду. Неделя не выгребал? Да у нас каждый день так. Спасибо. 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 Митька машину трогал. Это сразу заметно. Ну и что? У него есть права. Права. Он же лихач. Ничего, я придумал такой замок, что он черта с два его откроет. Здравствуйте. Это Елена Федорова, наша новая классная руководительница. А старую куда дели? Так, горячая вода идет. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас немножечко приведем себя в порядок. А что, Митя опять что-нибудь натворил, да? Нет, я просто пришла познакомиться. У нас такая жизнь сумасшедшая. Я инженер-строитель, а муж Александр Павлович архитектор района, так что, сами понимаете. А меня Нила зовут. Вы с нами перекусите. Нет, нет, спасибо, я сыта. Нина, аул все-таки будем сносить, иначе ничего не получится. Недоволен я чадом? Школа с ним явно не справилась. Воткну его в ПТУ, потом в армию. Там из него человека сделают. А вам не кажется, Александр Павлович, что в армию надо идти уже человеком? А если он еще не вылупился? Если школа, которая обязана была? Митя, я понимаю, Александр Павлович. Ты помнишь сегодняшний прадмаг? Ведь он и за это отвечает. Да. За все! Да вы садитесь. Садитесь. И все же Митя ваш сын. И вы могли бы его воспитать, как вам хочется, по своему образу и подобию. Это же так заманчиво, ведь правда? Нет, ну это знаете... Нет, Нина, ты слышишь, какие у молодой девушки патриархальные взгляды. Оказывается, в век высоких скоростей, когда «здрасть, до свидания» людям некогда сказать, мы могли воспитать Митя по своему образу и подобию. Да вот, видите? Вот. Вот, пожалуйста. Всюз заметьте, явка желательна. Вот. А тут даже явка строго обязательна. Вот. Да, вот, кстати. Вот. Опять подшефная ПТУ зовут. Вечер выпускников. Ваше присутствие необходимо. И туда вы пойдете. А как же? Подшефник. Нельзя не пойти. Это когда? Двадцать четвертого, девятнадцать, ноль-ноль. Кто это? Митин дедушка? Как? Вы что, не знаете? Ну, если вы действительно не знаете, тогда мне с вами, извините, как-то разговаривать сложно. Пап. Ты знаешь, Ниночка, удивительно, кого нынче педагогические вузы выпускают? Ага. Это Корбюзье, великий архитектор. А кто он вам, родственник? Да вы что, смеетесь? Он француз. Я никогда его не видел. Но... А у Митя есть дедушка? Нет, Митин дедушка погиб на войне. А что? Просто я подумала, что известный зодчий, разработавший оригинальные принципы проектирования архитектурных ансамблей, градостроительства. Не очень пообиделся, если бы в этой комнате висел портрет Митиного дедушки. А потом уже его, Ликорбюзье. Ну, кто же в наше время вешает на стены портреты родственников? Ну, вы правы, к сожалению. Лекарства принимаешь регулярно? Нет, совсем не принимаю. Ну, глубже дыши. В легких все чисто. А почему не принимаешь? Принимай, не принимай одинаково. Вы же сами знаете. Мама рассказывала, когда я родилась, врачи ее предупредили, что я до пяти лет не проживу. А я вон какая вымахала. Вижу. Дураки врачи были. Да и мама не слишком умно поступила. Ты у меня еще сто лет проживешь. Вот мы сейчас тут посовещаемся. Я просил тебя прийти с родителями. Мама в коридоре. И там еще... Неужели отец? Больше никого нет. Но я заранее знаю, что вы мне скажете. Нужна операция, а то я каждую минуту умереть могу. Ну что, доченька? Ничего, мама. Как всегда, сейчас тебя позовут. Митя, а по-моему, эта новая биологичка, Елена Федоровна, она не такая, как все. А может, как все, только у нее подход такой хитрый. Слушай, Мил, сегодня они что тебе скажут? Ну, здравствуйте, Полина Сергеевна. Рад вас видеть. Здравствуйте. Да не пойду, Эклора. Все равно я ничего не пойму, что это меня будет толковать. Не пойду. Мама, перестань. Доченька, ну что она мне скажет? Опять скажет, нужна операция, я буду стоять хлопать глазами. Ну, вот, пускай он попадет, Митенька, он умный, он все поймет. Успокойтесь, Полина Сергеевна, он что, милен брат? Да нет, ну, ну, дочка его слушает. Бывает. Пойдемте. Допустим, мы разъясним суть вещей этому молодому человеку. Но мы же не можем делать такую операцию без письменного согласия родителей. Может быть, все-таки разыскать отца? Отец, как я понял, не в счет. И потом сейчас дело не в родителях, а в девочке. Она как раз слушает этого молодого человека. Больше, чем матери? Тебя как зовут? Митя. Митя. Так вот, Митя, ты мужчина, я тебе скажу прямо, врожденное сужение легочной артерии прогрессирует. Если... Скажи, а ты знаешь, что такое легочная артерия? Знаю. Так вот, если мы не сделаем операцию немедленно, девочка может умереть в ближайшие месяцы. По правилам, я ее не должен был отпускать из больницы. Но я за то, чтобы пациенты сами ждали спасения от операции. Тогда она проходит лучше. Ты меня понимаешь. Почему ты молчишь? Это очень опасно. Слушай, мальчик, всякая операция опасна. Гланды вырезать опасно, зуб дергать и то опасно. Да я не мальчик. Какой процент успешных случаев при этой операции? Ты в Москве был? Да. И в Ленинграде? Я тебе рассказывал. Помню. Мы даже в Ташкенте, во Владивостоке жили. Сначала думал, что и здесь не задерживался. Да вот как видно, сели. А я нигде не была. Кроме этого сада, ничего хорошего не видела. А море? Море. Да ты еще весь мир увидишь. Хирург сказал, что если бы он не был уверен в успехе, то не стал бы уговаривать. Сейчас из ста таких операций, минимум 90 проходят успешно. А 10? Ну а зачем о них думать? Ты думай про 90. А я почему-то все время про 10 думаю. Вот если бы дали мне билеты на все виды транспорта и каникулы месяца на три, езжай куда хочешь, мне бы, наверное, не так страшно было. Ведь я даже еще на синей скале не была, где отец сторожем на турбазе работает. Туда все туристы обязательно взбираются. А я только мечтала. Мить, если ты скажешь, чтобы я согласилась на операцию, я соглашусь. Только ты не говори. Ладно? Не скажешь? А вот чай не поспел. Ставь доченьке чашки. Сейчас почаевничаем. И на душа сразу веселяй станет. Полина Сергеевна, мы с Милой решили, не нужно ей операцию делать. Ой, Митичка. Ну вот спасибо. Ну вот умница ты человек. Садись ты. А ты погляди на Милочку. Ты погляди. Ну прям сразу ожила. Даже щечки красненькие стали. Так вот сейчас следить надо. Если с Милочкой что случится в школе, так не надо проклятую неотложку вызывать. А то отвезут, а там уж и спрашивать не будут. У нас уж такой случай был. Бог Милову. к главному хирургу в командировку отправили. Ага. Ты с ушки-то бери. Бери, бери. Я вот эту штуку, наверное, лет 10 в руках не держу. Ну и небось, не взорвется. Думаешь? Ага. Тут надо действовать смело. Если мы уж решили идти к девушкам в общежитие, то подожди, подожди, серьезно. Раз, два, готово. Вот так. Нравится? А что? Пусть не думает, что мы какие-нибудь допотопные ихтиозавры. Ох, я сейчас себе так глаза подведу, что ты закачаешься. Так, я. А нет, подручнее. Кстати, а почему наши девочки живут в общежитии лифт-строй-ремонта? Общежитие выстроили большое, а лифтов пока в городе мало, поэтому оно пустует. Что? Смотри, нравится? Ой, три с плюсом. Что это? Борщ. Флотский. Пойдет. Надеюсь, на всех? Ну, конечно. Старайся. А пивные? Котлеты. Неплохо. С лучком? Ну, как же. Имеешь шанс. Перца, перца, девочки. Не жалеете. После недели школьных завтраков, которые скромно служили нам обедами, меня тянет к взрослой пище. Мне грездица чахахбили. Что это? А что получится? Я туда всего набросала. Может выйдет солянка? Вполне возможно. Девочки, сегодня в клубе ворихоадного училища танцы. И фильм заграничный. Дети до 16 не допускаются. Моряк в развалочку. Только советую, девчонки, что не позволяйте себя провожать до дверей общежития. Здешние мальчики, как только вывез пуль-лифт, трой ремонт заметят, сразу начинают прощаться. Оречка, а ты бы сказала своему мальчику. Я же учительница литературы. А я ему сказала. А он? Так рванул, только пятки засверкали. Девочки, девочки. А мы к вам на новоселье. Здравствуйте. 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 Ой, беспокойная старость. А вы уютно устроились? Ну, даже самая лучшая гостиница все-таки, спасибо, все-таки не дом. Правда? А я как раз обожаю жить в отелях. По-моему, дом современного человека это хороший чемодан. О, согласен. Все, что нужно в наше время человеку, чтобы он везде чувствовал себя, как дома, может уместиться в чемодане. Или даже в рюкзаке. Зарубежные психологи установили, что для хорошего настроения людям очень полезно. Кажется, раз в неделю не ночевать в родных стенах, раз в месяц передвигать в квартире мебель, раз в год. Леночка, простите, пожалуйста. Кстати, переставляйте. Мне стало известно, что вы допускаете самовольное пересаживание учащихся с парта на парт. Ваши ученики действительно от вас не имеют никаких секретов. Я же предупреждала. В классе точно установлено, кто с кем должен сидеть. Что сообразуется с множеством факторов, вам пока еще не известно. Поверьте, это очень важно, чтобы уроки проходили нормально. Я подумаю. О чем? О чем вы сейчас сказали? Подумайте. Извините, Галина Катаровна, но я тоже не особенно слежу за тем, кто с кем сидит. Ведь старший класс люди взрослые даже как-то неловко вмешиваются. Видите, Ленаталья Ивановна, некоторые учителя жалуются, что в классе у Леночки очень упала дисциплина. Хеллоу. Алло. Джек? Джек. Я тебя люблю. Она повторила эту фразу дважды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Правее, правее. Спасибо. Ну, Юрка, молодец. А вы угадайте. Не бойтесь, не бойтесь. На кого я, по-вашему, похожа? На артиста. Не угадали, думаете, лучше. Стюардесса? Холодно, холодно. Как ты думаешь, угадай? Никогда в жизни. Манекенщица. Ой, неужели похожа? Сдаюсь. Как говорят мои друзья, совсем неплохо. Ну, теперь догадались. Переводчица. О, да. Вот это да. Ну, Ирина. Интересно. Белый танец. Больнеров приглашают девушки. Пригласи. Ну, ладно. Разрешите? Пожалуйста. 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 Вообще-то я физик. Только широкого профиля. А почему вы тогда в лифтстро-ремонте живете? Я вас приметила. Я же говорил, у меня широкий профиль. Вы знаете, что такое современный лифт? Нет. Его кнопочная станция – это пульт управления своего рода программирующим устройством. Я не понимаю. Я же в местном кафе работаю. Вы у меня с девушкой яичниц ели. Неужели не приметили? Почему вы смеете? Просто мне весело. И мне. Это моя подруга. Мне пора, извините. Лен, ты куда? Да. И я с тобой. Ой, вы чё так рано убежали? Там было так весело. Там было так весело. Юрка угостил меня шампанским. И я немножечко... Упросил тебя выйти. Ну что? Ну что? Может, используешь разряд под дзюдо? Ну чего тебе не хватает? Чайки с розовым кубцом на капоте. Разноцветных воздушных шариков. Свадебного марша во дворце бракосочетаний. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. А сегодня, прежде чем начать урок, Ну, пересядьте так, чтобы каждый сидел с кем ему хочется. Хорошо? Минуты хватит? Хватит! Вика, а ты почему одна? Ты что, ни с кем не хочешь сидеть? Это с ней сидеть никто не хочет. Вика! Вика! Это... Это не педагогидина! Успокойся. Вы еще всего не знаете. Она сказала, что если к нам бывшие ученики никогда не приходят, то у нас, значит, не все благополучно. Так и сказала. Идеалистка! Я 15 лет преподаю, хоть бы кто-нибудь открытку прислал. Вот ты, например, пришлешь? Я вам всю жизнь буду писать. И даже приезжать. Я думаю, что ты забудешь обо мне раньше всех. Вика! Вика! Больше никогда не ходи за мной и не звони, ясно? Говорил, что готов для меня на все, а сесть рядом побоялся. Ты же сама не хотела, чтобы я в школе. Всегда не хотела, а сегодня ты был должен. Если бы я знал, так я бы… Что? Что ты бы? Все. Все? Ну, тогда, Коленька, вот что. Я не подопытный кролик. И никаких экспериментов над собой всяким практиканткам проводить не позволю. Ей надо такое устроить, чтобы на всю жизнь запомнила. Ты что? Да что с тобой? Понимаешь, в общем, такое дело помочь мне можешь? Конечно, другу и соратнику. Всегда готов. Мне понравилось, как Ирина Никифоровна провела свой первый урок. Но попробуем усложнить нашу задачу. И отправимся с вами в Москву, в Третьяковскую галерею. Радик Сергеев. Сегодня ты будешь мистер Дик. Ну, опять мистер Смит. Можно я буду Чарльз Диккенс? Хоть лорд Байрон. Вера, ты ведешь экскурсию англичан. Ну, возьми картину, кого-нибудь из передвижников. Девочка с персиками. Перуфская тройка. Утром лесу. Неравный брак. Стоп ит. Иван Грозный Иван за Террибу Киллс his son. Да, но он просит, чтобы я рассказала, за что Иван Грозный убил своего сына. А как я сделаю это вкратце, да еще по-английски. Скажу ей, что она обязана это сделать. Радик, ну, если ты Чарльз Диккенс, то не делай хотя бы грамматических ошибок. Ну, это же не настоящий Диккенс. Все равно. Как нужно сказать правильно? Не подсказывайте. Well, don't tell him, my dear, Ирина Никифоровна. Отсюда следует. Приходим к выводу. Модуль В равен корню квадратному из В нулевой квадрат плюс 2 АС. Прекрасно. Садись. Колосова, скажи нам, как связаны угловая и линейная скорости? Ну? Скворцова? Помоги нам. Ну, что же вы, друзья? Наталья Ивановна, на одном из первых своих уроков я откровенно сказал ребятам, для понимания некоторых современных проблем физики, даже на уровне школьной программы, требуются особые способности. У кого-то они есть, а у кого-то их нет. Понимаю. Кто может ответить на этот вопрос? Всего 8. Не густо. И при этом одни мальчики. Колосова, к доске. А у меня нет особенных способностей. Ну, ничего, ничего. Сейчас попробуем разобраться. Ильин. Ну? Ну, смелее, смелее. Все правильно. Или, ну? Линейная скорость. Галя, как же? Равна. Произведению. Угловой на радиус. Ну, вот правильно. Вот теперь поняла? Теперь поняла. Молодец. Вот вам и 9. А сейчас получите 10-ю. Вика Сергеева. Расскажи мне, что ты знаешь об условных и безусловных рефлексах. Ну, что же ты? Галина Петровна, вот когда вы нам объясняете, я все-все понимаю. А вот когда... садись, Сергеева. Садись, Сергеева. Лава Горелова. Не поняла. Галина Петровна, я уже задавала этот вопрос Клаве Гореловой, и она отвечала блестяще. Не знаю, чем объяснить. Вы не знаете, а я знаю. Понтрягин! Ну? Ты тоже не понял? Не понял. Слушай, а может, хватит? Противно. А что? А я люблю, когда в классе хай. Игорь. Ну, Понтрягин, не вспомнил? Я тебе так стыдно, что ты принял участие в отвратительном сговоре с затеянным Сергеевой, что даже голос потерял. А ведь некоторые думают, что таких деток, как вы, пряниками усмирить можно. Елена Федоровна, вы идите из класса. Я хотела сказать, подождите меня в учительской. Кто ответит на вопрос? Красиков? Условные рефлексы есть как у животных, так и у человека не от рождения. Они приобретаются ими с течением жизни. Этим условные рефлексы отличаются от безусловных. Которые... Которые что? Кто продолжит? Хадзицкая продолжит. Гриша Сидоров за сестрой. Митю вызовем в гору. Милая. это будет. Кто слушает? Говори... 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 Как ты меня напугала. Попей. Попей водички. Я пойду домой. Попей, попей. И никуда ты не пойдешь. Я хочу домой. У меня это было много раз. Быстро проходит. Где Митя? Пусть он проводит меня. Мы рядом живем. Но ведь сейчас приедет скорая. Митя, ты вызвал? Нет, Елена Февна. Почему? Там что-то с телефона. Митя, Елена Февна. Я не умный человек. Это мой недостаток. Елена Александрович, у меня в четвером каскаде. Да подожди ты со своим каскадом. Видишь, меня дети любят. Лен, если ты из-за своих неприятностей в классе глупа, это же самый неуправляемый возраст. Стихия. Но потом им самим было стыдно. Ты же видела. Ну, хочешь, с завтрашнего дня Галина Петровна будет любить тебя, как родную дочь. Мое личное обоим. Да не было у меня неприятностей. Кто здесь? Что ты здесь делаешь? Ты боишься смерти? Не своей. Понимаю. Знаешь, я ведь я пришла сюда как раз за этим же том. Юрий Александрович, у меня трансформатор перегревается. Подожди. Если ты на уроках Елены Федоровны будешь вести себя... Да кто это вам сказал? Не Елена Федоровна. Я знаешь, что с тобой сделаю? Ну, что? А вот что. Так что у тебя с трансформатором? Да, Юрий Александрович, ну, греется он у меня градусов на 60. Норма. Да? Ну, спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания, Юрий Александрович. Что ты уставился на эту рыбу? Я думаю, о чем она думает. Есть ли у нее цель в жизни? Цель в жизни сама жизнь, это слова Гетты. Ну, с Геттой я еще могу согласиться. Это для нее, а для меня. Вот нам с вами сегодня не сладко, а ей хоть бы что. В том-то и дело, что мы не она. Только создав человека, природа может познать себя. Может посмотреть на себя твоими глазами. Глазами разумного существа. Сейчас я хочу одного. Чтобы Мила жила. И я тоже. Но спасти ее может только человек. Врач, с которым ты разговаривала в больнице. Его искусство. Его труд? Его труд. Вот мы и пришли к первоначальному определению. Вы зря сегодня плакали на уроке. Мы этого не стоим. Я не плакала. Я же видел. Этого не было. Дай мне сумму. Неужели и на это я не имею права? Отстань. Я мужчина. Мне неудобно перед прохожими. Переживешь. Нас могут увидеть ученики. Учим, учим, а сами показываем дурной пример. Угу. А ты куда? Могут у меня быть свои личные дела. Простите, девушка. Но у нас сегодня только по билетам. Я знаю. Но меня пригласил Александр Павлович Красиков. Молодцы, ребята. Идите сюда. Это как раз те, с кем вы хотели познакомиться. Спотыкаила Погореловский Харитонов. Бывшие ученики вашей школы. Спотыкаила явный будущий математик. Пойдет в институт. И вообще все втроем получают отличные аттестаты. Спасибо, ребята. До свидания. До свидания. Может быть, ваши успехи объясняются тем, что ребята живут в интернате под постоянным наблюдением педагогов. И вы, как заведующая учебной частью... В общежитии живут в основном иногородние. Большинство местных живет в семьях. Мы считаем, что это правильно. Девочки. Шепотом. Вы знаете, совсем недавно Александр Павлович по собственной инициативе объездил несколько предприятий, на которых работают родители наших учеников. И объяснил им, зачем нам нужны два выходных в неделю. Они для семьи. И начальство его поняло. По-моему, достаточно убедительный довод. Сегодня Машку пораньше из детсадика возьму. У нее день рождения. Товарищ, убедительная просьба задержаться немножко. Я просто прошу вас. Вы же знаете, срочное дело. Извините. Иван Андреевич, к вам. Сейчас я скоро отпущу людей, потом поговорим. Садитесь пока. А вы отпустите сейчас. Рабочий день уже закончился. Что? Физиологи труда утверждают, что в утренние часы производитель... В чем дело? Вы по какому поводу? Я по поводу Красикова Александра Павловича. А вы кто такая? Учительница. А что, Александр Павлович натворил что-нибудь? Нет, нет. Я по поводу его сына. И он ничего не натворил. У него очень хороший мальчишка. Прошу вас садитесь. Именно об этом вы пришли мне сообщить. Да нет. У вас есть дети? У меня уж внуки. И вы ими довольны? Нет, это маленькие негодяи. Я никак не могу их себе заманить. Никакими коврижками. А может и не нужны никакие коврижки? Как вы думаете, для чего нам даны два выходных дня? Ну а при чем тут это? Сейчас, как вы знаете, особенно остро встает проблема свободного времени. Товарищи, все свободны. Большое спасибо. До свидания. До завтра. Мы не умеем им пользоваться. Знаете, по статистике, именно в выходные дни... Знаем, знаем. Читали. Наибольшее количество аварий, происшествий. А почему? Почему? Нам надо укреплять то, что называется укладом. Чем-чем? Укладом. Семейным, бытовым. И тогда внуки к вам будут приходить по доброй традиции. Товарищи, все свободны. Спасибо. А вы продолжайте, товарищ учительница. Это очень интересно, особенно... Спустите, укладом. Значит, по традиции. К дедушке. Ну-ка, включи. Вторую. Выключи. Порядок. Вот, наверное, твои мамы и папа удивятся. Если они что-нибудь заметят. А ты не боишься, что родители будут очень волноваться? Ничего. Я им записку оставил. Уехал по делу, когда надо, вернусь. В общем, котлеты в холодильнике. Целую, Митяй. К тебе будем заезжать? Нет. Меня моя мама ни за что не пустит. Пошли. Поехали. Отец думал, что я его замок от гаража не разгадаю. Давай-ка быстрее. У меня ничего не будет. Ты не устала? Нет. Все равно отдохнем. Так. Витя, вон пансионат. Твой папа строил. Да, но все проекты разрабатывают в Москве. Отец только привязывает их к местности. Папа мечтает об индивидуальном проекте. Там бы он развернулся. Твой папа хорошо привязал их к местности. Витя, а мы с тобой не такие, как все. Нет, мы с тобой не такие, как все. Почему? Не знаю. Я так чувствую. А я знаю. Ну, скажи. Нет. Это я тебе там скажу. Если мы доберемся. Про Ирочку, простите, про Ирину Никифоровну, я могу сказать одно, что она уже теперь блестящая преподавательница. Мне думается, вы преувеличиваете. Еще как. Мои новомодные штучки никогда бы не прошли бы, если бы у ребят... Дорогие мои, время позднее. Мы уже полчаса обмениваемся любезностями. А между тем, мне стало известно, что Наталья Ивановна не совсем довольна Юрой Рябининым. Рябинин прекрасно знает предмет, но я не согласна с его ориентацией на эдакую физико-математическую элиту. Зачем тратить время на тех, кто распрощается с физикой сразу после окончания школы? А затем, что знания обогащают личности. Не оптимальный вариант. Зато человечный. Ты что ж про меня думаешь, что я... Да я про тебя вообще не думаю. А я ведь боялась, что вы здесь свадьбу сыграете. Она меня вообще не любит, Надежда Исановна. Я с Юрой Рябининым все понятно. Вероленя Яковлевой, я вам звонила, и вы, Галена Петровна, прислали мне тревожное письмо. Да. Я даже хотела отстранить ее от практики. Дело в том, что Елена Федоровна я не отрицаю. Незаурядная, яркая личность. Но я не уверена, что такая незаурядность нужна в условиях обычной массовой школы. Простите, Галена Петровна, восстановлена ли в классе дисциплина? Да, Елене Федоровне это удалось. Исчезла Камчатка, в классе повысилась успеваемость. Но... И этому не помешала яркая индивидуальность. Может, даже помогла. Я лично считаю, что наша школа испытывает недостаток самобытных личностей. Вообще, по-моему, нет такой профессии, которые бы ум и незаурядность так уж помешали бы. Ты просто устала, Галя. Не знаю. Не знаю, но с Еленой Федоровной у меня нет ни минуты покоя. Я живу, как на вулкане. Куда вы? Куда? Что вы меня держите? У меня дочка пропала. Что-то кидает. Свои же. Папа. Здравствуйте. Ждем. Всюду, куда можно, уже сообщили. Да. Нет, нам еще ничего не известно. Всякому, кто знает, что значит заниматься воспитанием подростков, должно быть ясно, что ни один, даже самый опытный учителя не гарантирован от подобных ЧП. Так что не следует заниматься самобичеванием. Сейчас, после того, как вы нам все рассказали, Елена Федоровна, я вынуждена признать, что была не права. У вас свежий глаз. А я за эти 15 лет, возможно, пригляделась ко всем этим Сергеевым, Красиковым. И все же у Лены есть повод для серьезного размышления о своей судьбе. Настоящий учитель даже в такой сложной ситуации знал бы, где находятся его ученики, а Лена не знает. Но вы все же можете обещать Лене, если все кончится благополучно, что этот случай никак не отразится? Неужели вы думаете, что сейчас меня волнует это? Я понимаю. Простите, пожалуйста. Спасибо. Здоровья. Ешь, Абдура. Ты обещала сказать, почему мы не такие, как все. Нет. Это я тебе там скажу. Ладно? Там сейчас тихо-тихо, когда ветра нет. А днем солнце. И загар необыкновенный. Милочка у меня вот только не загорает. Будет загорать. Чаек закипел. Я его с зеленым смешал. Спасибо, папа. Это ты мне? От всего сердца. Косточка. Молодец. Молодец. До свидания. Счастливого. Спокойной ночи. Завтра позвоню. У нас темно. Конечно. Он же спит. Что все это значит? Наверное, он и дом не ночевал. Что нам делать? Я думаю, надо будет позвонить в школу. Иди сюда. Я думаю, что все. Иди сюда. Какой? Да. Каек. Какой? Таааа. А, Каек. Ура! Красава, уйди. Ура! Не рыть! Боишься? Не страшно. Боишься? Не страшно. Ты обещала сказать. Сейчас скажу. Здесь так замечательно, что я теперь про 90 процентов буду думать, а не про 10. Я не знаю. Это благодаря тебе. Ну уж. Постой, постой. Ты ведь не из-за каждой бы решился на такое. Конечно. Вот видишь, теперь ты понимаешь, почему мы не такие, как все. Понимаю. Елена Фёдоровна говорит, что не таких, как все на свете большинство. Пока ничего. Что? Кто говорит? Митя Красиков? Да ты понимаешь, что ты натворил? Митя! Митя, здравствуй. Это Елена Фёдоровна. Понимаю. Понимаю, понимаю. Значит, Мила не думает больше про 10 процентов. Ура! Что-что? Только про 100. Ну, молодец. Он домой позвонил? Митя, ты домой позвонил? Да-да. Ну, очень хорошо. Хорошо. Калина Петровна, Надежда Александровна. Понятно. Ну, скажите ей, что я не такой уж плохой парень. Во мне что-то есть, честное слово. А без Лены я буду катиться по наклонной плоскости, и меня засосёт улица. Да-да-да. Я же тебе говорю, что всё очень хорошо. Всё правильно. Но меня ты всё-таки подвёл. Надежда Александровна, я догадывалась, где были Митя и Мила. А сейчас он звонил из больницы. Митя, здравствуй. Здравствуйте. Это наш классный руководитель. Здравствуйте. Пока состояние тяжёлое. Ну, я же сказал, пока. А какое, ты думаешь, может быть состояние после такой операции? Ничего более определённого пока сказать не могу. Но берись терпение, как я. Ты же не мальчик. Я уйду из больницы только когда минует кризис. Когда вашей Миле станет лучше. Спасибо. Вы тоже ко мне? Я с ними. Праздник завтра. А смотри-ка, сколько уже поздравлений. А для меня ничего. А это что? А это счёт за междугородный переговор. Никуда не вызываю. Что происходит? Главный ровно в 5.30 гонит домой. Мир перевернулся. Звонков не было. Только маме. Угу. В который час? О, три. Нас сегодня пораньше отпустили. Ну, вас-то я понимаю, а почему меня? Впрочем, это так и должно быть. Надо проводить свободное время в кругу семьи. Вот жаль, я на работе пообедал. Ты, небось, тоже? Угу. Митя, а ты? В стекляшке. Ну, вот видите. То пообедали вместе, за семейным, так сказать, столом. Ну, ничего. Главное, как говорится, духовное общение. А ну-ка, сынище. Только посмотри на меня. Видишь, ты какой вымахал-то, а? Ты сколько килограммов весишь? Пятьдесят четыре. Молодец. Я в твоем возрасте больше, чем на пятьдесят не тянул. Нин. А ты посмотри, какое у нас чадо растет. Вижу. Небось, он уже за девочками ухаживает, а? Александр. Ты чего так коротко подстригся? Не модно как-то. А он уже так полгода ходит. Да. Ну, а сколько ты высоту даешь? Почему даешь? Ну, не так говорят. Они говорят, прыгаешь. Митя, а чем ты на меня как-то странно смотришь? Папа, не надо меня сегодня веселить. Ну, хочешь, я тебе про себя расскажу, чтобы ты знал, что твой отец... А я про тебя все знаю. Недавно у тебя была конференция по защите среды обитания. Потом тебя выбрали в комиссию по охране памятников истории и культуры. Вызывали в горсанинспекцию. Потом... Что с тобой? Умилый? Я тебе про нее рассказывал, помнишь? Конечно, помню. Состояние тяжелое. Солянка. Ой, будь оно неладно. Ну, что ты всюду свой нос суешь? И без тебя тошно. Ой, да че ж надоело я эта бурда. Девочки милые, если бы вы только знали, как моя мама готовит. Вот вернемся домой, все приходите, угощаю. Так, первые признаки морального разложения тянет к маминам пирогам. Ты же сама говорила, что современному человеку... Современному человеку нужны папа и мама. В раннем детстве? До глубокой старости. И по возможности бабушки, дедушки, тети, дяди, братья, сестры... А вы еще теща и свекрови. Скажу. Я хочу выходить из дома, и чтоб меня узнавали соседи. Здравствуйте, Ирочка. Вы все хорошеете. Здравствуйте, Василий Петрович. Как ваша нога? Это... Нужно современному человеку. Детке домой захотелось. Да. Домой. На Сахалин, на Северный полюс. Если там будет мой дом. Ну, это все же наш праздник. Давайте проведем его достойно. За мной, как всегда, яблочный пирог и бутылка сухого. А, у меня, как всегда, фирменное блюдо. Бутылка шампанского. У меня уже полгода в холодильнике. Галина Петровна, за мной грибочки. А, девчонки! Здравствуйте. Ну, а кто из вас принесет пластинки и проигрыватели? Зачем? Ну, как зачем? Танцевать. Скин. В нашем распоряжении пока только одна танцующая человека-единица мужского пола. Рябинин. Ну, директор не в счет, он очень занят и, кстати, сейчас в командировке. А завхозу и военрук в прошлом году пришлось так худо, что они поклялись больше на наши девичники не приходить. Почему девичники, а ваши мужья? Те, у кого они есть, предпочитают праздновать дома. Что, Вера Васильевна, где будете праздновать? Дома, с мужем. Нет, я-то своего приведу. А ваш муж? Был. Ну, я тогда еще не знала, что с мужем нельзя говорить только о школе. Что с мужем надо ходить в гости, в кино, а тетради проверять только тогда, когда он спит мертвым сном. А я берусь привезти трех морских офицеров. Пойдет? Откуда ты их возьмешь? Борис и его друзья. Ну, Борис уверен, что ты переводчица? А я раскололся второй же вечер. А он? Он обрадовался. Я, говорит, этих переводчиц повидала на своем бродячем веку. Запишите за мной салат с майонезом и три молодых интеллектуала. Три? Три. А ты-то откуда их возьмешь? Тогда насчет музыки у меня есть свое предложение. Ну, вот и все. Только у меня к вам одна просьба. Чтобы вы всяких там умельцев к этому агрегатику на пушечный выстрел не подпускали. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, кажется, первая. Ну, а где же ваш физик широкого профиля? Сам все затеял и ищет? Да он сейчас появится, наверное. У меня тоже все. Проверьте. А можно я попробую? Пожалуйста. До свидания. До свидания. Вот сюда. Масяна. Малышка-малышка. Глубка-малышка. Если бы здесь всегда было так, я бы сюда каждый день приходила. Правда. Добрый вечер. Здравствуйте. С праздником вас. Друзья мои, а если мы идем вместе? А где Лена? Наверное, с интеллектуалами не получается. Сто грамм и яйцо. Завтра придешь. Друзья мои, теперь ничем начать наше торжественное и не совсем обычное Лена. Ну, наконец-то. Леночка. Так, салат с майонезом. А где же? Входите, мальчики. Боже мой, так это ж потыкаила Харитона. И Погорел. Вот это интеллектуал. Харитон, вы тебя ж не узнаете. Смотрите, там Погорел. Погорел. Неужели это ты, а? Да. Здравствуй, Калина Павловна. Здравствуй, здравствуй. Спасибо. Ну, педагогично ли это? Нет, по-моему, педагогично. Здравствуйте. Это наши выпускники, отличники, да и вообще взрослые люди. И неужели? Я их никогда не могу. Это морковь. Это морковь. Внимание. Галина Петровна, вы были абсолютно уверены, что Вера Васильевна, как всегда, будет отмечать этот праздник дома. Да. Я приложил все усилия, чтобы изменить ход событий. Особенное старание я приложил еще и потому, что мне стало известно, кто ее муж. А он у нас сегодня победитель. Юра, ну хватит. Победитель. Гуркен. Знакомьтесь, это мой муж. Да, догадались. Ленка. Лера Васильевна. Хоть бы спасибо сказала. Музыка. На первый вопрос ты ответила точно. Теперь скажи, чему равно напряжение на участке цепи, если сопротивление? Что ты мне в школе голову морочила? Формулу поваренной соли запомнить не мог. В школе меня считали маленьким, а здесь я взрослым. В школе делал всю голову морожила с tsunami. 's в Application Line. Выслуживайте! В 감사Read зимоотничкам совершено. Поэтому,� aochte потребление вольное плагаю! Узнаешь? Нет. То-то, там в коридоре весь твой глаз, но я впустить могу только одного. В крайнем случае, двух. Митя Елена Федоровна. Ну, конечно, Митечка. Митя Елена Федоровна. Целоваться с ней ещё нельзя. Можно только смотреть. Сколько? На первый раз две минуты. Хорошо. А почта с пересадками лепит с материна, до самой торги-галочки. Девочки, нас не забывайте! Счастливого пути! Как полученный диплом, так сразу к нам! Да-да! Смотри! Лена! Не выходи за мной! Не выйду! Мы его здесь же! Митя! Митя! Луфи! А ты помнишь вопрос, который мне задал на первом уроке? Помню! Отвечай! Митя! 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 Субтитры создавал DimaTorzok